Вот она, вселенская лень. Кто стоит и ничего не делает, тот ничего не получает. Не знаю, для вас для меня утро это самое тяжелое время дня. Это момент, когда нужно активироваться, а у меня не получается. Реально нужно или дома посидеть лишние 3-4 часа, прийти в себя, либо резким движением, как пластырь сорвать. Просто начать что-то делать, и тогда сразу приходишь в норму. Слышишь? Снимайся, сейчас трек поэнергичнее. Ну все. Собственно, с такой зарядки я начинаю уже второй день подряд. Не сказал бы, что мне это помогает, наверное. Не сказал бы, что она вообще правильная. Но главное, что я начинаю. Я чувствую себя гораздо лучше, что заставляю себя хоть что-то делать по утрам, а не просто тупо валяться на диване. Кайф. Сразу прилип сил, бодрость духа. Чувствую свою важность в этой жизни. Не знаю. Я как раз, помните, в предыдущем видео спрашивал у вас, как вы думаете, можно ли просто слепо верить в свой талант и быть крутым? Я верил, получал. Но в какой-то момент, наверное, это перестало хватать. Поэтому настало время поднапрячься. Наверняка, что в этой разминке зарядки делали неправильные, неправильные последовательности, но главное, что я начал. Нужно собираться в парк. Только что позвонил Осип, говорит, что они едут с Эдвардом Биллом в парк. Зачем понятия не имею? Ну, попросили приехать а-ля покататься для съемок. У меня сейчас еще главная цель будет проверить, согласится ли Эдвард Билл прокатиться на велосипеде или засып. Мне кажется, он даже не рискнет. Хотя я даже Афоню заставил сделать 360 с подката на Эдвард. Мне кажется, он только на словах такой крутой. Все узнаем. Кристина, живи в счастье, не умирай. Я поехал кататься. Переходим в парк. Эдвард Билл самый любимый или беймиксер? Костях. Эдвард Билл, у тебя ноги такие большие даже. Твои ноги или железные? Сейчас эти ноги покажем. Погнали. Приехали, значит, покататься, потренироваться. Короче, эта штука маленькая, называется, вымыться. Это серьёзно? Короче, Костян в этом деле лучше, и он сейчас покажет, да. Костян, это, да, он сказал, чемпион там что-то где-то там, да? Что-то где-то пёрнул нормально. И всем понравилось, как пёрнул. Давай посмотрим, что я никогда не видел вживую. Можешь сначала, для начала, сам попробовать? Не-не, тормоза уже нет. Сейчас кадр будет просто нахуй. Сейчас он покажет, как надо. Одна нога на той стороне, другая в другой. Как он съезжает? Да, вот это, наверное, поеду. Это ты думал, что он делает? Да. Знаешь, сколько времени? Оу, мб***! Мб***, черт в железку не въём. Всё то же самое, если я сейчас пойду на велик, и бы его пранки закинуть, всё аналогично будет, мб***, цирк нахуй. Каждый лучше, в своём деле. Это то, что ты можешь? Это роман? Да, ну, с виду реально покатался по горкам, мб***. То, что ты перекидываешь из... Перекидываешь? Из другого дырки в другую, б***. Препятствия перепрыгиваешь. Да, это сложно. В любой момент можно же наебухать. Да нет. Я, например, когда я с 25, 13 лет. Вот смотри, ты когда бежишь, ты думаешь о том, что можешь столкнуться и упасть? Могу. Ну, нет, об этом не думаю автоматически. Ну, типа шанс маленький. Очень маленький. Вот тут то же самое. Сравнил аргументы. Ну, говоря, когда ты франкс снимаешь, ты либо получаешь, либо нет, тут то же самое. Тоже чувствовать надо. Да, тут чувствую. Это такая х**а важная. Здесь, например, тоже важно. Ну да, если расслабился, чуть-чуть е**а получишь. Не, ну молодец. Руль не поймал. Люди, которые занимаются великами, они скажут, что это круто. Они его знают сто пудов. Все знают его? Да. Костя. А чисто держаться, да, сложно? Да нет, просто все тело работает. Реально, все группы умываются на скорости. Прямо как в плавании, да? Да. У нас соревнования, когда это одна минута. Показать все, что ты можешь. Да, и 90% людей не могут даже до конца. Минуту продержать. Да, потому что за одну минуту нужно сделать примерно 20 трюков. 17-20 трюков. И все они собирают очень много сил. Он вообще никогда из дворового такого вида стал олимпийским. Это полный вообще андеграунд. Я вырос, просто мне не хотелось ничего делать. Я выходил во двор типа, знаешь, с пацанами. И работал. Ну я мало еще был, там лет 15. Просто по правилам с пацанами. И в итоге, да, что ты раз, раз. А потом это оп, соревнования, оп, уже олимпийский спорт. Оп и уже как-то. И вот мы уже в Россию на второе место были. Короче, это выходит на тот уровень, что это детям заменяет там рисование, там всякое такое. Ну, там каратэ, футбол. Это боевой такой вид спорта, очень тяжелый. А у меня еще в катлетик, скорее, знаешь, гимнастика. Ну да, в Пеннито тоже можно облезть. Струна в еб... Да, да. Все то же самое. Ты можешь попробовать сейчас? Не-не, братан, я вон там попробую. Давай в безопасности ради вон туда вот, в поролоновую яму. Аккуратней. Там, может, на рыбкой прыгнуть ничего не будет. Лети челлендж. Вы гоните, х**. Не, челлендж, нормально. Прыгнуть в поролоновую яму. На релик. И головой вы еб... Вообще х**. Осип, что ты сделал вообще? Импровизированная интеграция. Бей, вот это дай. Сейчас, стоп. Мне нужно хотя бы немного это. Это я Костя лям сэкономил. Я попробую, как будто ты в еб... Камеру я прям под колесо подставлю. Типа ты еб... Понял? А я упаду здесь, подклеим уже все. Это еб... Пошел. Рэдбулл полетел. Потлапис еб... Ё. Полетел. Ё. А, блядь. Мама, мой. Мама, мой. Это что было? Боюсь подходить. Можете кто-то за меня, типа, это сделать? Помоги, высотина! Да-а-а-а-а-а-а-а-а! Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Помоги, высотина! Так делай за контролем поцелу руки. Понял, как сторисы делать надо? Не, нехороший сторис, я бы захотелось себе чухолку пить. Теперь сумасшедший рэдбул. Я еще почти тысячу сделал. Первые семеры, я прямо летел на перекрытии. Было ощущение, что чуть-чуть выпрямится, а меня еще на 36 крутая нет. Она уже близко. Чувак! Вы это видели? Они это видели? Да. Чувак! Что делаешь, мальчик? По голове я получаю от велосипеда. Объясни мне, что Эдвард делает здесь? Короче, мы сделали доброе дело. Построили склад в приюте, который поддерживает Эдвард. А, реально? Да, и он, ну, компания Рамстрой. А, ну вы Рамстрой. Да. И он нас решил так отблагодарить, приехать, отрекламировать нашу память. Очень много было вопросов, почему... Я видел комментарии, я читаю все. Много было, почему в гараже, где я делаю жигу, на стене написано Рамстрой. Всегда были эти вопросы, при чем тут Рамстрой, при чем тут гараж? И у тебя сейчас... Это все звенья одной цепи. Мы построили склад для зерна. Там, чтобы вы понимали, в этом приюте полторы тысячи собак, которых нужно каждый день кормить. Полторы тысячи. А, это склад для животных. Ой, склад. Это приют. Это не просто приют. Приют для животных. Это не просто приют. Это приют, реабилитационный центр, грубо говоря, где собачки подбитые. Их там вылавливали только. У них отходники там идут. Они привыкают, их кормят. И представьте, полторы тысячи собак накормить, напоить, убрать за ними. Ну, сами понимаете, что. Короче, это все трудно. И вот мы решили совместно с Эдвардом помочь им и построить вот такой склад для зерна. И Эдик отблагодарил нас. Вы бесплатно построили склад. И списали все его проекты. Для него бесплатно, да. Скажем так. А он просто прорекламировал ваше творение. Он прорекламировал наше творение. Ваш проект. Это не зашкварно рекламировать это спортивное заведение. Это круто. Просто очень странно. На моей голове до сих пор Эдвард этот человек, который на улицу подходит ко всем и докапывается. Есть две стороны, да. Но он такой, типа. С одной стороны, он там пранкер, да, бешеный. С другой стороны, очень добрый чувак, который помогает всем. Бомжам. Он там, чуваку, дом хочет сейчас купить. Помогает приюту. Помогает детским домам. Он помогает всем. А он помогает от чистого сердца или ради хайпа? Он помогает. Я уверен. Я уверен, что он помогает от чистого сердца. Ты уверен? Я на сто процентов уверен. От людей он докапывался от чистого сердца? Блин, жалко, он такой суетной, шумный, что... Блин, он делает очень энергично, зато это не скучно смотреть, все смотрят полосу. Нет, нет, я имею в виду, я его сразу расспрашивал, но он как-то появился, что-то... Я уверен, он еще сюда вернется. Выбей мне телефон из рук и все, и сразу куда-то исчез, все, ушел. Если Эдвард из своего видео не вырежет, где ты говоришь про мой канал и про то, что я там блогер, там, бла-бла-бла... Я сказал, что Костя блогер, у него 200 подписчиков, нормальная тема, его все знают. Нет, суть в том, что если он не вырежет, значит, с кармой у меня все в порядке, будет небольшая бесплатная реклама. Да. Если вырежет, значит, ну... А что, тоже не зашквар на канал рекламируют? Спорт, нормальная тема. Ладно, респект, что пояснил за... за быдло в парке. Рэдбул есть? У тебя есть, в офисе. Окей. Мы что-то катались, катались, увлеклись и сняли какое-то лютое видео, которое должно было быть продолжением сегодняшнего, но оно пойдет отдельным роликом, его нельзя ни с чем миксовать. А что, сегодня по итогу Эдвард Билл зассал, скажем прямо, пробовать не стал, ходил поорал по скейтпарку, на всех навыпендривался и быстренько снял, сказал, что хочет домой. Ну, ладно, это была реклама скейтпарка, поэтому ничего страшного, знаете, для достижения цели все средства хороши. Кто знает, можно этого Эдварда Билла подписаны родители, в которых есть дети, которые хотят кататься на велосипеде, и вот, наконец, они узнают о сказочном скейтпарке. Хотя, да, логике не поддается, согласен, чтобы Эдварда Билла досмотрели взрослые люди, но в понедельник вас ждет лютый геймоубайк. И, мне кажется, будет опять видос, который соберет миллион просмотров. Очередной, второй. Всего. Будет жестко, будет очень жестко, я вам обещаю. Ждите, вам понравится, сто процентов, обещаю. Надеюсь, вам все понравилось, увидимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok